Библейский портал экзегет.ру представляет 21 глава первой книги царей или царств для портала экзегет читаю свой перевод с небольшими комментариями Трагичная глава, маленькая и кстати очень интересная Почему интересная? Потому что мы видим Давида, царя Давида в его худший, наверное, момент первой половины его жизни Там будут еще плохие моменты во второй, когда он царь Он только что был слугой и придворным царя Саула Саул его пытается убить, видя в нем конкурента, видя в нем преемника вместо своего сына Иоаннафана И Давид не чувствует никакой вины, у него почва горит под ногами Он понимает, что он Саулу ничего не сделал, только что они простились с Юнатаном Они друзья, Юнатан его предупредил обо всем Но ему непонятно, куда идти, ему непонятно, что делать И 21 глава про то, как Давид нарушает все правила приличия А Давид пришел вновь к священнику Ахимелаху Ахимелаха смутил приход Давида, он спросил его Кстати, чего он туда пошел? Он идет к святилищу Давид, у него есть такая особенность Что бы он ни делал, он всегда помнит о Боге Ну, есть пара эпизодов, где забывает, но вспоминает первым делом И в ситуации полной растерянности он бежит туда, где находится Скиния Где находится Ковчег Завета Даже не очень понятно, зачем Но ему кажется, что вот любая помощь, любой какой-то дальнейший шаг Он должен начинаться с этого Итак, Ахимелах, он священник тогда, первосвященник Смутил приход Давида, он спросил его Отчего ты один, а с тобой никого нет? Он же знает, что Давид придворный Просто так, знаете, там вице-премьеры не бегают по стране Давид ответил Ахимелаху Царь поручил мне некое дело и велел Пусть никто ничего не знает о деле, за которым я послал тебя Которую поручил себе Я на секретном задании Вот Давид обманывает первосвященника Почему? Почему ему не сказать Царь меня хочет убить, а я ни в чем не виноват? Не знаю, во-первых, мне кажется, Давид уже придумывал историю Когда он рассказывал Саулу, что убивал льва и медведя Перед поединком с Голиафом Нигде не сказано, что он это делал А кроме того, он на самом деле тонкий тактик Он понимает, что первосвященник против царя не пойдет Если Давид скажет, я враг царя, царь меня преследует Первосвященник вряд ли ему скажет А ну хорошо, молодец, вот поживи пока тут На тебе там все, что тебе нужно Это будет как-то по-другому И поэтому ему сейчас нужно выкручиваться Итак Пусть никто ничего не знает о деле, за которым я послал тебя Которую поручил тебе Поэтому юноши я оставил в известном месте Понятно, что с ним должна быть какая-то его команда Его там бойцы А он же у нас в основном воин Вот где-то он там оставил этих своих воинов А сам инкогнито ходит Конечно, никаких воинов нет Откуда они возьмутся? Он в одиночестве бежит от царя Саула Дай мне, что сыщется у тебя под рукой хлебов пять Или что найдется Да, просто что-то надо есть все это время Так ответил Давиду священник Нет у меня под рукой обычного хлеба А есть только священный хлеб Это только если юноши воздерживались от женщин В ответ Давид сказал священнику Не было у нас женщин ни вчера, ни позавчера Как я отправился в путь Сосуды отроков бывают чисты Даже когда мы выходим в обычный поход И уж тем более чисты они сегодня Тогда священник дал ему святыню Потому что не было у него другого хлеба Кроме хлебов-предложения Побывавших при лицом Господнем Их убирали, чтобы положить туда свежие хлебы О чем идет речь? В Скинии был стол На который выкладывались хлебы-предложения Так называемые Тоже форма жертвоприношения Только жертва животное сжигалась на жертвеннике А хлеб просто выкладывали Он лежал, когда проходило время определенное Этот хлеб забирали и клали свежий А тот, который лежал, съедали священники Он считался все-таки жертвенным, священным И в принципе никто, кроме священников Не должен был их есть Но священник идет на компромисс Он говорит, другой пищи нет Вот есть те, которые сняли Конечно, он не берет с престола жертвенный хлеб А тот, который уже снят Тот, который уже использовался И, ну, наверное, его там не съедали Все священники прямо сразу в тот же вечер Он какое-то время еще хранился Пока они его доедали И он отдает ему эти хлебы Хотя, в принципе, не должен Впоследствии в Евангелии Христос Приведет этот пример Как возможность нарушения мелких ритуальных правил Потому что необходимость Потому что вот ситуация, когда человек в нужде Она выше этого ритуала И смотрите, Давид врет Давид берет то, чего не должен брать Давид, в общем-то, пересказывает священнику какую-то историю Которая не соответствует действительности Чтоб только тот ему это дал Некрасиво себя вроде ведет, да Но спасает свою жизнь И оказывается, это оправдано в такой ситуации Давид спросил о Химелях Еще, кстати Нет ли у тебя под рукой копья или меча? Я не взял с собой ни меча своего, ни прочего оружия Слишком срочно было поручение царя Вот так прям торопился из дома, выбегал Меч забыл захватить на секретное задание Ну вообще никак не клеится, да? Первое, что должен сделать боец Которого посылают на секретную миссию Оружие проверить, да? А он, да, забыл я оружие Не до того было Священник ответил Меч велисти мне на Голиафа Которого ты поразил в долине Неловод он, позади ифода завернутый в ткань Разве что его ты можешь взять себе Никакого другого в этом месте нет Давид сказал Нет равного ему, дай его Да, то есть тот меч, который был у Голиафа Давид отсек им потом голову Голиафа Сразив его ударом камня из прощи в лоб Он хранится в святилище, как трофей Да, это тоже фактически жертва Бога Он забирает то, что он пожертвовал в святилище Это тоже абсолютно немыслимая вещь То, что стало священным трофеем Представьте себе, где-то там на постаменте На Красной площади стоит танк Т-34 Но он на Красной площади не стоит И тут вдруг тот прибегает Гетой, мне надо срочно залейте туда соляры Я поехал, короче На этом танке уезжают по своим делам Но это немыслимая абсолютно вещь Давид и эти правила нарушает В тот день Давид бежал от Саулу к Ахишу, царю Гацкому А вот это уже вообще ни в какие ворота не везет Кто это такой царь Гацкий? Это филистимский царь Это один из правителей Филистимляне, у них пять главных городов Из них один Гад Ну и у них такая конфедерация То есть пять городов, как-то живут Как там Швейцария, у них много кантонов И вот они договариваются между собой И правитель этого города Гад Его называют царем Ахишем Вдруг становится тем, кому обращается Давид А кто это такой? Это злейший враг израильтян Он бежит не просто куда-то за границу Это бы еще ладно, там много границ Муафа, дом, разные другие области Он бежит к злейшим врагам Очевидно по той простой причине Что уж филистимляне точно с Саулом Не договорятся о выдаче Вот кто-кто, но филистимляне Не станут вести переговоров Злейшие враги Война с ними только что идет Давид более того известен Как главный военачальник Главный герой воин с филистимлянами Он бежит и туда Он нарушает и это правило То есть в этой главе Давид нарушает все Для чего? Чтобы жизнь спасти Но не только чтобы все у него было хорошо Чтобы продолжилась вот эта история Для того, чтобы ему стать в конце концов этим царем Оказывается, все можно нарушить Кроме прямой и непосредственной воли Божьей А все условности, приличия, правила святилища Правила патриотизма Правила там чего угодно Ожидания людей Вторично Есть ситуации, при которых они не работают Но и это еще не все Слуги Ахиши, этого самого филистимского правителя Сказали ему, не давит ли этот царь той страны Они уже его царем называют Разве не о нем распевали в хороводах Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч То есть Вот, смотри, это Главный у наших врагов Понятно, что самое простое решение Взять его и убить Сохранил Давид эти слова в сердце своем И устрашился Ахиши, царя Агатского Притворялся он при них безумцем Чертя знаки на дверных створках И слюна текла по бороде его Да, то есть Давид переходит даже грань разума Притворно переходит Да, но Давид, собственно, делает то же Что происходит по-настоящему с Саулом Саул там безумствует в состоянии помрачения И Давид притворяется безумным Да, вот Можно пойти на все, чтобы выжить Да, кроме Кроме нарушения божественной заповеди Ахиши ответил своим слугам Вы же видите, что он помешался Зачем вы привели его ко мне Разве не достает мне помешанных Чтобы вы привели его ко мне Безумствовать предо мной Неужели я пущу его в свой дом Но одновременно это было и мерой безопасности Безумец никому особенно не страшен Так что Давид остается некоторое время У филистимлян Не очень надолго, куда он побежит дальше Прочитаем 22-й Продолжение следует... Продолжение следует...